Пермская область В таких территориях, экономику Ну и вообще какие там есть точки роста Сейчас попробуем просуждать еще с одним экспертом На видеосвязи со студией Рыбака Алексея Петрова Депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Алексеевич, приветствую вас Спасибо, что нашли время Да, слышите нас, да, Алексей Алексеевич? Добрый вечер Алексей Алексеевич, 15 лет К чему мы пришли? Многие экономисты говорят, что ситуация В любом случае, если территорию не называть Депрессивной, но по крайней мере Это такая стагнирующая территория Вы как считаете? Ну, я считаю, что Коми-Пермянский автономный округ Существовал в 25-м И сегодня Нельзя сказать, что У нас все плохо, потому что Если в советское время мы не создали Никакие градообразующие предприятия То это было Конечно, это же плохо И вот тогда, когда мы объединились С территорией Пермской области Под названием Пермский край То на нашей территории За эти 15 лет Просто прошли колоссальные перемены Не столько в экономическом плане Сколько в социальном плане Потому что Территория Коми-Округа Всегда была дотационна Хочу повторить И на сегодняшний день Пермский край Вкладывает просто колоссальные деньги В нашу территорию И Эти результаты Налит А что улучшилось, Алексей Алексеевич Какие проблемы удалось это решить В итоге Ну, в первую Решить Социальные все проблемы Вот я Коми-Пермет Я вырос на территории Коми-Перметского округа Мои дети здесь живут И я помню, что было до объединения Что стало сейчас За 15 лет Особенно за последние 10 лет На территории Коми-Перметского округа Повсеместно Без исключения Во всех районах Стали появляться И строиться Новые социальные объекты Эти социальные объекты Которые годами Никогда не строились Детские сады Появляются школы Появляются спортивные площадки Появляются дороги И это говорит о многом На сегодняшний день На территории Коми-Перметского округа Там молодежь И то население Которое живет В Великобритании Хочу сказать Что нам стало жить Намного комфортнее Чем до объединения Это главный показатель Да Спасибо огромное Какие проблемы Сейчас остались в территории Вот над чем нужно работать Над какими направлениями По вашему мнению Не услышал Попейте пожалуйста Мне хочется понять По вашему мнению Над какими сейчас Проблемами В Коми-Перметском округе Нужно работать Где Где главные Главные слабые места Сейчас у Коми Ну потому что Есть И вопросы И к безработице И к оттоку населения И к количеству Малого и среднего бизнеса Работающего на территории На территории нашей Коми-Перметского округа Как и в других территориях Конечно проблем Очень много И их очень быстро Не решишь Я думаю Что первая проблема Это дороги На сегодняшний день В последнее время Вкладываются сотни миллионов рублей На ремонт И на новое строительство Дорог Потому что Без дорог Не будет развиваться Территория Я думаю Что это Это самый главный Такой показатель Сельское хозяйство Которое у нас Сегодня существует И довольно таки успешно Его естественно Надо тоже поддержать Потому что Сегодня Сельское хозяйство На территории Коми-Округа Было раньше Крепкие хозяйства Они остались А сельское хозяйство Территория Которые Работшие места Это Проживание Коми-Перметов На территории А самое главное Что Создаются Дополнительные условия Для дальнейшего Проживания В территории Нашего населения Алексей Алексеевич С точки зрения Бизнеса Мы все знаем Что Коми-Округ Как вы сказали Сельское хозяйство Одно из направлений Ну и второе Это традиционное Оно и 15 лет назад Было и сейчас Есть Лесная отрасль Эти две Будут Ветки Развиваться Или есть Какие-то еще Точки Рост Сейчас В Коми Да Безусловно Под словом Экономики Можно говорить Очень много Но Тем не менее Еще раз Хочу повториться Что у нас нет Больших градообразующих Предприятий И я все равно Вижу Что Чтобы Развивалось Надо создавать Как можно Больше И уделять Внимание Малому бизнесу Потому что В первую очередь Малый бизнес Это создание Новых рабочих мест Это производство И этому Надо уделять Большое внимание И я как бизнесмен Могу С полной уверенностью Сказать Что Та помощь Которая оказывается Со стороны Правительства Пермского края Она ощутима Потому что Сегодня На территории Которая Пермяцкого округа Бизнес Уже стал меньше Торговать И он пошел В производство И мы Сегодня видим Что Сегодня надо Заниматься Производством Надо Заниматься Да И лесопереработкой У нас Очень много Сегодня Дикорастущих Ягод Грибов Этой проблемой Тоже надо Заниматься Потому что У нас сегодня Экология Очень хорошая И То же самое Еще раз Хочу повторить Нам нужно Сельское Хозяйство Я думаю Что оно Будет Развиваться Потому что Если сегодня Территория Коми-Пермяцкого Округа Картофель Лук Морков Заводит Судмуртий То это Неправильно Эту нишу Должен занять Бизнес Или те Хозяйства Которые Сегодня Работают На территории Коми-Пермяцкого Округа Алексей Алексеевич Последний у меня Вопрос к вам Коми нужно Больше денег Из бюджета В целом Из консолидированного Бюджета Пермского Края Нужно территории Более активно Поддерживать Финансово Конечно От дополнительных Влияний Наверное Ни одна Территория Не будет Отказываться Но Очень бы Хотелось Чтобы По крайней мере Те вливания Которые мы Получаем От Пермского Края От правительства Чтобы они Ни в коем случае Не уменьшились Потому что Все-таки Территория Коми-Пермяцкого Округа Территория Национальной Федерации И мы На эти Средства Которые Правительство Направляет На территорию Коми-Пермяцкого Округа Мы меняем Свой облик И если На нашей территории Будут созданы Необходимые Условия То в первую очередь Не будет уезжать Молодежь Она будет жить Компактно А это самое главное Чтобы не было Оттока Населения С нашей территории Спасибо большое Спасибо Такую позитивную Оценку мы услышали От Алексея Петрова Депутата Законодательного Собрания Пермского края Спасибо большое Алексей Алексеевич Мы беседовали Про ювелий Пермского края Особенно Про то Как Коми-округу Сейчас развиваться Ну и Вообще Какие точки роста Там есть